Друзья, перед новогодними праздниками я решила снять еще одно большое видео на свой канал. Да, я знаю, что я выпускаю их довольно редко, но стараюсь их делать достаточно качественными и информативными. Ну и плюс, сейчас у меня появился отличный повод, буквально накануне мне издательство Бомбора прислало вот такой большой бокс. И также с помощью у Макс Гуд с Малевичем Пием в этом боксе собраны все материалы, которые понадобятся для прохождения уроков в книге Анны и Гиды. И сейчас, конечно, мы ознакомимся как с книгой, так и со всеми материалами, которые представлены в этом боксе. Я думаю, все эти материалы точно пригодятся в моей студии, мы с учениками с удовольствием будем пользоваться ими на занятиях. Но если ты живешь не в Курске, то тогда я обязательно оставлю ссылку в описании и в комментариях к этому видео на мой онлайн-курс по портрету карандашом, где я подробно рассказываю всю базу от и до, начиная с частей лица, с черепа, со штриховки и до полноценных портретов в разных ракурсах и разных возрастов. Конечно, я уже ознакомилась с этой книгой и главная мысль, на мой взгляд, которую хотела донести автор, это не зацикливайтесь на материале. Потому что разные материалы дают абсолютно разные эффекты, они помогают достичь совершенно противоположных целей. Работа получается в другом настроении, если сделать все то же самое, но другим материалом. В основном здесь используются такие материалы, как акварель, гуашь, цветные карандаши, но также здесь еще есть и дополнительные материалы по типу линера и так далее для графики. Семь глав, после которых вы по-другому взглянете на материалы и, возможно, немножко поменяете свой подход к выбору материалов при создании определенных сюжетов. Я думаю, первым делом мы откроем скетчбук, потому что все материалы будем пробовать в нем. Очень классный подход, что они решили собрать все материалы, которые есть в уроках. К тому же сейчас у меня все в студии, а видео я записываю дома. И удобно, что у меня будет все под рукой для того, чтобы воплотить какие-то уроки из книги в жизнь. Скетчбук очень стильный, на обложке минималистичный рисунок с позолотой, такие золотые бронзовые кольца. И главная особенность этого скетчбука то, что здесь представлена бумага разной плотности для разных материалов. Вначале нас приветствует довольно тоненькая бумага для черной и белой графики. Она действительно также ощущается, у нее есть небольшая текстура, но при этом она не сильно плотная. Следующий раздел у нас для цветных карандашей. Здесь уже как будто бы чуть-чуть поплотнее бумага. Разницу в текстуре я не сильно заметила, но здесь как будто бы горизонтальное направление текстуры, а здесь вертикальное. Следующий раздел для акварели. Здесь уже очень плотная бумага. И раздел для гуаши. Да, вот тут прям настоящий картон. Просто посмотрите на толщину этого торца. И по логике вещей начнем с графики. У нас есть и капиллярные ручки, и линер с архивными чернилами, и графитовый карандаш, и черная ручка. В общем, все, что нужно. Я буду работать сразу на самой плотной бумаге. Хочу, чтобы все скетчи для наглядности были в одном месте. Я решила сделать такую небольшую зарисовку фонаря. И первый набросок я сделаю линером от Малевич. Толщина линии 0,35 мм. Водостойкие, светостойкие, архивные чернила. По заявлениям производителя. Работа линера может усложниться тем, что вы не можете достаточно сильно контролировать диапазон толщины линии. Да, конечно, можно очень-очень тоненько, как просто волосок провести линию и следующую чуть-чуть поднадавить. И у вас будет небольшая градация, но это все настолько нюансно, что практически незаметно. И в линерном скетче вам нужно показывать толщину и добавлять акценты именно за счет того, что вы много раз проводите по одному месту. Вы делаете эту линию толще и темнее. Ну и, конечно, я немножко не удержалась. И добавила сюда цветных карандашей. То есть получилась такая смешанная техника. Линер плюс цветной карандаш. И немножко оттенка для неба. Хотела взять такой светло-серо-голубой. Но все-таки этот серый не совсем холодный. Поэтому я сейчас еще немножко добавлю голубого. И я решила все-таки еще чуть-чуть сильнее затемнить вот эту часть плафона над лампочкой. В наборе было также две капиллярные ручки. Одна ручка с очень тонкой кистью, которая может давать толщину миллиметр. Хотя, мне кажется, если ее не сильно надавливать, то толщина вообще получается где-то примерно так же 0,3 миллиметра, как и предыдущим линером. Однако же я этой же кистью могу сделать и широкую линию, и могу сделать от тонкого к широкому. То есть очень удобная, податливая кисть, которая дает возможность для маневров. Вторая с чуть более толстым наконечником. Однако ей также можно делать и тонкие линии, и переходить в широкие заливки. Эти скетчи, как правило, всегда выглядят более легко, контрастно. Главное не переусердствовать с деталями и не перенасытить рисунок. Работа с тушью также очень похожа на капиллярные ручки. Изначально, кстати, мне показалась эта тушь с фиолетовым оттенком, но она при высыхании становится абсолютно черной. Тушит Малевич для рисования каллиграфии. Но пера у меня нету, поэтому я работаю кистью. Скетч получается очень похожий на скетч капиллярной ручкой. И принципы мы используем те же самые. Следующий набросок я буду выполнять карандашами Fine Nello. Набор из 72 цветов. Два уровня. На самом карандаше мы не видим информацию о названии цвета и о светостойкости. Я их еще не выкрашивала, поэтому буду ориентироваться на корпус карандаша по цвету. Для наброска я взяла такой серо-синий карандаш. Он же нам послужит и тоном для освещенной правой части фонаря. Конечно, сразу чувствуется отличие. Здесь ты тратишь больше времени. Рисунок будет выглядеть более проработанным, как бы ты ни старался. Я затачивала карандаши обычной точилкой, которая тоже, кстати, была в наборе. Кончик острый не держит недолго, потому что достаточно мягкий. По поводу наслоения много сказать не могу, потому что, сами видите, рисунок довольно простой. Но в целом результат от работы мне понравился. Если вам понравилось это видео, обязательно напишите в комментариях. Тогда я сниму вторую часть, где мы продолжим с такими материалами, как акварель и гуашь. И как раз попробуем одноразовые бумажные палитры, электрический ластик. И попробуем выполнить такие скетчи в цвете. Продолжение следует...